Всем привет, Таня! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу про однолетние растения, которые совершенно неприхотливы и просты в уходе, и которые я буду рекомендовать вам все непременно посадить в своем саду. Не на участке, мне не нравится это слово, а вот в саду это звучит здорово. Пойдем по алфавиту. Первое это, конечно, агератум. Его еще называют долгоцветка, потому что цветет он до самых до морозов. Посеяли, надо через рассаду все-таки его сеять. Посеяли через рассаду, посадили на участке и все. Ну, если вы подкормите, конечно, это будет здорово, цветение будет более пышным. А так многочисленные цветы, красивые, в цветовой гамме в основном синий-голубой, есть уже и розовые сорта, малинка, я знаю, белые сорта, белый шар. Сортов достаточно много, разной высоты, выбирайте себе на вкус подходящие. А растение, которое просто вот оно покоряет всегда и создает такую уютную сельскую атмосферу, это василек синий, Центурея цианус. Раньше он был исключительно синим, а теперь появились различные сорта, тоже разные силы роста, разные кустистости и даже разные махровости цветка, которые бывают и белые, и светло-розовые, и насыщенно-розовые, и даже глубоко-бордовые такие. Но все-таки я сторонник синего василька, василек должен быть синим. Растение, которое узнаваемо, это космея. Космея однолетняя, бипинатус называется, и она узнаваемая, потому что была во всех бабушкиных палисадниках. Это раскрытый, как ромашка, такой цветок, только оттенки розово-бордовые, белые бывают сорта, тоже разные высоты сорта, и когда смотришь на него, то кажется, такой кустик, вроде бы он и рыхлый, и сильно рассеченный ажурный лист, и он должен быть подвержен различным погодным условиям. Но нет, стебли достаточно прочные, и цветки хорошо держатся, не поддаются ветрам и дождям. Совершенно устойчивое растение, не требует никаких подкормок, посеяли в грунт и забыли про него. Но иногда прополоть все-таки не повредит, надо же все-таки ухаживать за растениями. Как же мы без бархатцев? Бархатцы, помните, бывают разные, бывают прямостоячие эректы, бывают тонколистные с сеченными листвой и уже шаровидным кустиком, которые не надо стричь. И цветут бархатцы, а, бывают еще бархатцы отклоненные патула, но все они характеризуются обильнейшим цветением, в такой рыжо-коричнево-желтой цветовой гамме, это вы все знаете. За что мы ценим? За то, что они всегда бодрые и веселые, до самых заморозков, жалко даже порою их осенью вырывать. И они являются лечебными не только для сада, но и для человека. Поинтересуйтесь этим вопросом, может быть я даже когда-то про это и рассказывала. Следующее растение это ипомея. Ипомея пурпурная, наверное, все с ней знакомы. Это вьющиеся растения, которые завьет любую предоставленную ему опору. Опора может быть любая, это может быть стена, это может быть край беседки, это может быть вами придуманная какая-то форма, можете сделать пирамида, можете видеть столба, можете видеть шара там из лозы сплести, и все это она оплетет. И вот этот вот цветущий, бесконечный цветущий шар или другая фигура будет до самых заморозков. Ипомея пурпурная в наших широтах насевается иногда самосевом, но в южных широтах там другие ипомеи, но они тоже все хороши, и все абсолютно неприхотливы и не требуют за собой никакого ухода. Настурция. Настурция хороша тем, что мы сеем в грунт, зацветает она быстро, цветет долго. Помните, что есть сорта, которые кустовые и растут компактно, низкорослые. Есть с варегатной формой очень веселенький аляска сорт, но есть старинные сорта, которые плетистые, дают длинные плети, по 2-3 метра эти плети. Поэтому, когда вы выбираете сорт, то помните, что какой он пустовой, либо плетистый, и где вы его сажаете. Иначе она может заглушить растения, которые сидят рядом с ней. Следующее удивительное растение, которое набирает сейчас обороты и широко пропагандируется как лечебное, как замена перцу даже, это нигела. Нигелы декоративные, которые бывают различных видов, Ну вот, которая посевная нигела, она называется нигела дамасцена или дамасская. Есть нигела испаника, испанская. И есть очень интересная нигела восточная ориенталь. Все они интересны тем, что необычные экзотические цветочки и необычные потом семенные коробочки. И вы увидите, как от нигелы дамасской до нигелы восточной меняется форма коробочки. У восточной она уже вообще абсолютно причудливая и похожа на какого-то космического монстра. Если вы их срежете с целью там семена собрать, либо что, отряхнете, сохраните. И можно делать потом какие-нибудь композиции из сухоцветов. Будет выглядеть она просто удивительно. Можно припастись и запастись ее к Новому году, потом там покрасить, позолотить. Это будет еще одна ее жизнь в такой вот нарядной форме. Присмотритесь, почитайте лечебные свойства. Ну и куда же мы без подсолнуха? Подсолнухи бывают разные. Они бывают, я имею в виду, декоративные. Потому что подсолнух, который высевают на семечку, он очень быстро заканчивает свой век. А декоративные сорта, они цветут до поздней осени. И почва для них вообще не важна какая. Растут они даже и благодаря своей мощной корневой системе, которая сначала намочковатая, потом она такая стержневая, вся унизанная дополнительными сасывающими корешками. Поэтому засуху переносит. И не требовательно вообще никаким манипуляциям с нашей стороны. Сорта бывают разного роста. Всем знаком пушистенький такой, который называется тейди. Он в самом деле похож на движонка. Хочется прямо к нему прижаться щекой в знойный полдень. Охладить себя немножко. Есть высокорослые сорта. Есть красного цвета, коричневого цвета. С различной серединкой коричневого, желтого цвета. Ну, огромное множество. И они всегда вносят тоже такой вот приятный, ностальгическую нотку. Вносят рубики. Не забывайте, рубики не те, которые многолетние. А те, которые ведут себя как малолетки. Например, сорт Тоту Рустик. Он порадует вас, во-первых, компактным ростом, здоровельствой. Я никогда не видела, чтобы рубики поражалась какими-то вредителями или на нее нападали какие-то болезни. Она всегда бодра. И ее конкретно у сорта Тоту Рустик черная серединка, конусовидная. Там, где находятся трубчатые цветочки, плотненько-плотненько расположены. И даже так, если присмотришься, то тоже хочется прикоснуться, прямо погладить. Притягивает к себе. И четкие, желтые, настоящие такие лепестки. Выровненный сорт. Всегда вот в своей массе, если посаженный, смотрится очень приятно, очень хорошо. Вселяет уверенность в себя. Вербена. Вербена, хотя вот, если выращивать самому, конечно, там бывают трудности. Но, когда мы сажаем, допустим, приобрели рассаду или кто-то угостил нас вербеной гибридной, то растение неприхотливое, очень стойкое. Есть различные виды, кроме вербена гибридной. Есть вербена жесткая, бенос-айреская. И все они хороши. И все они вот стоят. Ничто их не портит. Ни погода, ни вредительные, ни болезни. Устойчивые как к засухе, так и к легким и низким температурам. Левинозив. Левинозив вообще у себя на родине это многолетник. Да и вообще многие растения из тех, которые мы, как правило, высеваем у себя через рассаду, они являются многолетниками. Но в наших условиях лучше посадить их, ну, содержать как в однолетней культуре, потому что не всегда они надежно переносят в зависимости еще от вашей зоны проживания. Левинозив иногда зимует, если место угромное, если там на него что-то упало ненароком, листья какие-то запорошили, либо такой вот уголочек теплый возле дома. Ну, левинозив мне очень нравится, потому что, во-первых, сорта есть от невысоких, сантиметров 15, в различной цветовой гамме, среднерослые, высокорослые, которые считаются срезочными. У флористов всегда пользовались большим спросом, потому что очень долго стоит в срезке и постепенно распускаются, 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 и вообще очень долго один цветок сохраняет свою жизнь. Сажайте левинозив, он еще и устойчив к низким температурам. Георгины однолетние, замечательное растение, даже можно посеять в грунт. Ничего страшного, зацветет она немножко позже, но зато и дольше будет радовать своим цветением, потому что так же устойчиво к таким вот холодам осени. Нет, конечно же, когда уже будут морозы, она не будет цвести, но низкие температуры, градусов 10-15, это для нее нормально. Из более экзотичного могу порекомендовать необычное растение, которое называется гамфрена. Оно поразит своими шаровидными соцветиями, но это такие жесткие предцветники, которые также можно потом использовать как сухоцветы. Неприхотливо, невидно, чтобы поражалось. Дальше, хризантемы. Хризантемы, как и корейская хризантема, устойчивые и неприхотливые. И все они очень долго цветут, до самых дозаморозков. Очень много разных видов, которые могут быть многолетними, но в наших условиях однолетние. Например, хризантема коренатум образует шаровидный кустик размером, наверное, 40 на 40, так однозначно. Ромашки белые полностью усыпают по диаметру весь этот кустик. И хризантема келеватая, увенчанная хризантема, ну и многие другие замечательные растения, стойкие, нетребовательные любой почвы будут у вас расти. Из полуэкзотов можно порекомендовать клеуму. Клеума колючая, которая иногда называют еще брызгой шампанского. Чем хороша клеума? Иногда даже насевается самосевом, чуть позже зацветет. Тоже ничего страшного, подождем. И по мере отцветания образуются семенные такие стручки. Они в разные стороны смотрят. Сантиметров по 7-8 длиной. И они абсолютно не портят декоративности самого куста. Они смотрятся в самом деле, не знаю, как брызги шампанского. Но вот смотрятся очень декоративно. Даже сами семенные коробочки стручки. Растение такое, как иберис. Но иберис не многолетний, а однолетний, который называется иберис гойки. Или зонтичный еще иберис есть. Вроде бы отцветает быстро, но можно еще раз посеять. И снова же дается массив. И если вы один раз его посеяли, то он будет каждый год у вас появляться. Очень бодрое, очень неприхотливое растение. Достановите меня же кто-нибудь, потому что я могу рассказывать еще много. И мне кажется, такая мысль меня посетила, что вот этого ассортимента уже достаточно для того, чтобы иметь у себя в саду непрерывно цветущие клумбы. Пока зацветут многолетники и когда отцветут многолетники, все это время мы будем наслаждаться красотой вышеперечисленных однолетних растений. Кого заинтересовало, могу сделать подборку еще с десяток каких-нибудь экзотов, но которые при этом являются неприхотливыми. И вы легко с ними справитесь и получите удовольствие. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok